здравствуйте друзья международный аэропорт сан-франциско вы видите тут водичка на полу это дождь действительно идет дождь и пока я из сани вейла что в южной части кремниевой долины доехал до аэропорта что уже почти на поступок сан-франциско это на север дождь так знаете усиливался усиливался я стал пелена пелена дождя так она в общем больше пеленала это кстати вот вы видите автомобили на зеленой полосе электрические у них такая вот парковочка чтобы там лишнее не стояли только те кто заряжается там идем идем в международный аэропорт он отличается от местного сейчас по эскалатору немножко подвинемся и будет большой большой зал в этом большом большом зале есть два выхода для тех кто прилетает и значит мы посмотрим по расписанию давайте глянем так мы посмотрим расписание просто не у какого выхода будет наш встречаемый и там вот его и встретим вход на эскалатор почему-то закрыт вообще он стоит видите так молча так обычно он движется в ту сторону и в эту значит пешочком идем хорошо вот он там впереди этот большой зал а вообще мы давно никого не встречали а тут как бы пошла полоса вот сегодня мы в международном аэропорту сан-франциско и рейс мы встречаем из стамбула пару дней назад мы встречали тимофея в аэропорту сан-хосе тоже международным а в понедельник мы встречаем просто красавицу писанную обалденную совершенно женщину встречаем на автобусной остановке но не не городской автобус такой междугородный она из лос-анджелеса приедет на автобусе вот мы тоже поедем встречать это будет в понедельник а тут видите вот тут написано выход а а там у нас выход g да и g и тут вот это должно быть расписание и наш стамбульский рейс там будет написано на какой буковке его надо же поджигать вот там написано истанбул посерединке 435 кастомс то есть он находится сейчас на шмоне и exit у нас g ну что друзья мы не зря приехали вот у нас эдуард докладывайте откуда вы вообще мы вообще из жестко приехали по 9 и 2019 вот мы буквально месяц 6 ноября прошли интервью вот продать я сегодня 23 до этой час паспорта задержали ну и все вот чувствуется что вы не хотели лишнего там задерживаться да мы заранее прошли медосмотр комиссию даже чтобы у нас есть как жизнь в ижевске то ижевске ну я бы сказал в целом да и смотря на то что там люди хаят его достаточно комфортный город для жизни ну понятно что лучше бы конечно казань это вы там город оружейников до до производителя вся эта история вот люди мирные целом да да я сказал я бы сказал что вообще для жизни город очень комфортный потому что старбакс есть там у вас не ассо ну из федеральных сетей макдональдс киевси это пиздерация предвиде разности из международных так-то интересно на принципе ну одежда понятно что все есть народ модно одевается или так себе я на вопрос наличие денег я на я же много да нет не час последнее время порядок все-таки навели я как бы не когда люди начинают категорически прям кайф меня я сколько раз браку нет на улицу пьян раньше бы раньше было прям плохо потому что день города 9 мая какой-то траве получил симпатичная да конечно хорошо то есть уже глаз радуется да так лучше же нормально а также вы там подраться там как не окна побить возраст уже не тот не дяди про вас так целом народ как-то отдыхают да нет нет не адеквата практически нет ну понятно что они есть ну да целом можно жить жить можно хорошо и а чё же вы так раз и в америку ну если вы спросите жители зимбабве хотела не зима был сомали хотел бы он уехать в россии или продолжать сомали наверно бы все-таки нары поехал в россию а соответственно у нас я пользуюсь чуть повыше стремление к лучшему да ну мы здесь были уже у меня маша была нужна была здесь дважды паукан траву я был дважды паукан травы летом сколько мне 33 а маша 31 но надо напрягался да хорошо значит вы ждете бабичку да вот в конце середине на строй поле не наря то есть вот всего ничего нам и мы уже все час у нас уже план расписан мы идем сюда так врачу тут звоним так и там есть братья где он съеден в его голову еще есть пока скажем так контакты но по крайней мере есть план что делать так чего вы вдруг в кремниевую долину почему не сакраменто не лос-анджелес не нью-йорк сакраменто вы мне сказали в стриме ты хочешь есть по три часа каждый день сюда хорошо то есть вы тяготеете кремниевой долине да я работал ранее то есть у меня еще есть не то чтобы оффер скажем так но меня приглашают на интервью дальнейшее первичный отбор прошел в P&G в Procter & Gamble потому что я работал в России но если честно я не хочу там работать а что делали то я работал аккаунт менеджер это по-английски это звучит красиво customer business development account manager то есть я отвечал за развитие сети в регионе в Кировской области в соседнем регионе это ключевые региональные сети продуктовые продуктовые и не продуктовые так образование такое а вообще я инженер-технолог машиностроения и переводчик то есть а какой из каких языков куда английский русский вот у нас маша маша вливаемся в кадр маша тоже переводчик маша то есть вы оба по-английски значит гуторите только что я не удивился даже что я в принципе достаточно все хорошо помню так когда разговаривал машенька рассказывайте про себя все всю правду чем занимались вообще я работала начальником отдела закусок мы привозили из штатов в том числе из европы электрокомпоненты сейчас я нахожусь на седьмом месяце беременности поэтому временно беру паузу так мальчик девочка там что мальчик как назовем скажем тимур тимур хорошо так хорошо дальше что еще рассказать образование у меня такое же как у Эдуардо то есть техническое и переводчик я фанат калифорнии была здесь по work and travel два раза где были то в Лос-Анджелесе а чё ж сюда в смысле ну чего не в Лос-Анджелесе у меня муж все решает он захотел к вам ну то есть вы послушная подойдите а вы к нам захотели я это вообще не понял значит у вас есть оффер в фрофер гэмбл это не оффер это отбор да то есть необходимо проходить отбор это займет там 3-4 месяца но я не хочу туда там работать в силу того что там определенных причин там еще индей еще не закончился старый но в целом да не хотелось так вы чё в тестеры хотите я хочу в тестеры а я же не знаю вы поймете правильно я с вами знакомлюсь вот прямо сейчас значит так вы готовы двигаться на седьмом месяце так к движению готовы все пошли будете ой у вас давайте вы дайте мне одну штучку я буду катить вот друзья вот весь багаж вот все что нажито не по сильным трудом а там не золото не бриллианты пришлось еще это отдельную коробочку собрать отправить в будущем ну скорее всего это там пролежит на балконе вроде понял понял вот хорошо идем так давайте вы идите в кадр то червы так убежали да значит так вы сняли гостиницу да мы сняли на неделю гостиницу чтобы за это время то есть план такой сейчас мы сегодня мы отсыпаемся завтра я завтра будет у нас суббота мы решаем все эти организационные вопросы вроде там зарядок сим-карты да такие моменты плюс может быть просматриваем варианты которые я заранее нашел на труле я нашел на труле варианты с чем проживание так вот вопрос только в том там есть где-то application fee где-то нужно показать деньги где-то нужно просто показаться я понял понял я вам письмецо нам напишу от от школы да значит чтобы вас не обижали чтобы какие-то без хозные я у светланы спрашивала у светланы вашей супруги да а я пойду когда есть слава я первым делом думаешь это клана каф потом думаю нет но они же нет не по политике значит и так как я спрашиваю на тему того чтобы жить например а через мост хейворд и фриар да вот там есть неплохие варианты вот я посмотрел это вполне нормально если что бывает что и полтора часа вместо 30 минут дорог займет ну да особенно в час пик когда у нас софия вот наш сотрудник софия живет хейворде и там действительно очень цены неплохие но она иногда может и два часа ехать то есть смысл может даже переводить сотню другую но при этом но она вот приезжает обычно там рано там к полдевятому чтобы проскочить вот этот трафик такой жестокий да это проблема мозг конечно там то есть получается так что ты с одной стороны может быть сэкономишь пару сотен другой стороны ты потратишь эти деньги на мост на бензин такой же был разговор у нас стриме он так вопрос задал того чтобы жить сакраменто и ездить но я это очень это очень далеко я посмотрел google maps и бегать там ну час с копейками но я посмотрел 2 часа ночи 2 часа вы сказали надеюсь я работаю на 10 часов в неделю и ты окупишь себе и разницу и бензин время ну отработка во всяком случае конечно из сакраменто ездить каждый день это это ну даже если вы ехали бы по пустой дороге это заняло бы два часа в конец давайте вы представьте себе сколько вы бензина сколько вы бензина скажете да ну ладно хорошо давайте мы обратим наш взор вот туда вперед там буквально через минутку будет наш автомобиль и мы уже там тогда продолжим съемку друзья наступает ответственный момент нажимание кнопки иммигрантовоза значит я напоминаю да да вот эта кнопка я напинаю напоминаю традицию нажатие на кнопку иммигрантовоза приводит к тому что закрывается дверка эта дверка символизирует закрытие дверки в прошлую жизнь и открытие пути в новую светлую и все мы кто смотрим интерактивно независимо от момента когда вы это смотрите значит вы нажимаете кнопку лайк на нашем видео с тем чтобы вот как бы дать какой-то импульс дополнительной успешной адаптации иммиграции и вот у нас тем более новый американчик вот погладьте по животику вот новый американчик тимур можно сказать натурально рожденный будет гражданин соединенных штатов вообще я хочу сказать что очень разное отношение к этому ко всему в сша и мир в сср когда мы жили то есть нельзя было там гадать нельзя было подарки заранее дарить и так далее так далее а здесь все заранее никто ничего не боится не сглазить ничего и вот как вот такой позитив сплошной и так значит вот мы фактически забираем троих новых американцев и нажимаем кнопочку значит и когда мы нажимаем кнопочку дверка закрывается зрители ставят лайк а вы ликуйте вы ликовать давайте ура все ликуем все ликуем и едем вперед а чего там что-то там чет нам помешало там так давайте 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 пихайте да закрылся закрылся нам а друзья в таком деле все нормально а